Девушки отдыхают Ну а сейчас большинство пользуются сотовыми телефонами, которые всегда под рукой Ну а для тех, кто любит просыпаться необычно, есть специальный сервис, в котором вы можете оставить свой номер и указать время И тогда вас разбудит совершенно незнакомый иностранец Алло Есть и другие варианты, например, убегающий будильник для тех, кто никак не может вылезти из-под одеяла Будильник для бережливых, который режет ваши деньги за то, что вы хотите поспать еще 5 минут Будильник-ракета, летающий будильник и даже танцующий для тех, кто предпочитает активность с самого утра А полезны ли такие резкие пробуждения для здоровья и как нужно просыпаться правильно? При пробуждении самое главное, чтобы оно было комфортным для человека в первую очередь Поэтому, естественно, слишком громкие звуки или резкий звук будильника, он будет неблагоприятен Опять же, это зависит от индивидуальных особенностей человека У кого-то психика более подвижна и более восприимчива к громким звукам У кого-то наоборот Специально для людей, которые не любят пробуждаться резко, есть будильник, постепенно включающий свет и музыку Также существует специальное кольцо, которое вибрирует в нужное время Тем самым будет только вас, а не ваших родственников Молодая мама Юля Бочарова работает в Утренной Енисеи уже год И ее по праву можно причислить к самым радостающим людям в крае У меня будильник стоит на 3.40, когда мне нужно ехать на утренний прямой эфир Он один, он очень короткий и он очень тихий Мелодия какая-то совершенно стандартная, я даже никогда об этом не задумывалась Мне кажется, дело не в том, что будет какая-то мелодия, а в том, что в мотивации Ты хочешь встать, тебе все равно от чего ты просыпаешься Ну а если вы хотите разбудить своих близких и поднять им настроение на весь день То в Утренной Енисеи действует рубрика «Живой будильник», в которой может принять участие каждый житель Красноярского края Юля одна из участниц, которую разбудили наши ведущие Честно говоря, это намного лучше вставать от человеческого голоса, чем просто от какого-то звонка, который тебе звенит где-то под ухом Почаще было бы так, было бы очень здорово, намного легче вставать, бодрее, веселее В свое время Леонардо да Винчи, спавший всего несколько часов в сутки, изобрел будильник, который щекотал спящему ноги Ложитесь вовремя, не забывайте заводить будильник и просыпайтесь вместе с утром на Енисеи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова